Глубокоуважаемые коллеги, свой доклад хотела бы я начать с интерактивного голосования. Какая схема химиотерапии является стандартом лечения первой линии у больных раком яичников при наличии мутаций в гене БРК? Варианты ответов. Комбинация поклитоксела и цисплатина, комбинация циклофосфамида, доксорубицина и цисплатина, комбинация циклофосфамида и цисплатина, монотерапия препаратом цисплатин и комбинация цисплатина и митамицина. На данный вопрос я отвечу в ходе доклада. Большое спасибо за ответы. Проблема лечения рака яичника является актуальной в связи с тем, что у большинства больных диагноз устанавливается при распространенной форме заболевания, а показатели пятилетней продолжительности жизни не превышают 30-50%. 15% карциномничников ассоциированы с наличием герминальных мутаций в генах БРК. В настоящее время стандарт терапии первой линии не зависит от статуса гена БРК, и стандарт терапии первой линии – это платиновая химиотерапия в комбинации с токсанами. Однако в последнее время появляются работы, в которых активно изучается эффективность применения разных схем химиотерапии именно у носителей мутаций в гене БРК. Однако следует отметить, что большинство этих работ касаются лечения рецидива заболевания. Что касается эффективности токсанов, данные противоречивы. В доклинических исследованиях показана сниженная активность антимикротрубочковых препаратов в деструкции БРК дефицитных клеточных линий. В то же время общая и безрецидивная выживаемость больных при лечении токсан содержащими схемами ниже, чем в применении бестоксановых схем. Но в других исследованиях достигнут объективный ответ 100% при лечении ДОСДЕНС режим поклитоксел-карбоплатин с медианой безрецидивной выживаемости 5,3 месяца. Объективный ответ при лечении еженедельным поклитокселом 46%, медианой безрецидивной выживаемости 15,8 месяцев. Что касается других препаратов, цисплатин. В клинических исследованиях объективный ответ находился в диапазоне от 80 до 100%. Эффективность доксорубицина от 50 до 70%, с медианой безрецидивного периода 6,2 месяца и 15 месяцев. Циклофосфамид – одно исследование, объективный ответ зарегистрирован у 28% больных, медианой безрецидивного периода 2,3 месяца. Препарат метамидцин в доклинических исследованиях показал высокую эффективность в деструкции БРК дефицитных клеточных линий. По ряду некоторых исследований эффективность метамидцина превышала эффективность цисплатина. В институте в нашем учреждении в 2014 году 12 больных с рецидивом БРК ассоциированного рака яичника получили монотерапию препаратом метамидцин. При этом объективный ответ зарегистрирован у 25% больных, стабилизация у 50%. Цель нашего исследования заключалась в оценке эффективности схемы химиотерапии цисплатин и метамидцин в сравнении со стандартными режимами терапии. Дизайн исследования. В период с 2000 по 2017 год 600 больных раком яичников были тестированы на наличие герминальной мутации гений БРК-1. Выявлено 77 носительниц мутации. Задача проспективного исследования заключалась в оценке эффективности схемы цисплатин и метамидцин. В ретроспективном исследовании оценивалась эффективность стандартных схем химиотерапии. Задачи исследования заключались в оценке клинической эффективности, оценке объема цитередуктивных операций и степени патоморфологического регресса. На слайде представлена характеристика исследуемых наблюдений. Наиболее распространенный вариант мутации 52-66. У большинства больных третья цистадия заболевания. У 26% больных выявлены первично-множественные опухоли, при этом у 4% синхронные. И спектр первично-множественных опухолей у 80% представлен раком молочной железы. И в остальных случаях встречался рак теломатки, рак щитовидной кишки, рак прямой кишки и карциноид легкого. На слайде представлена клиническая эффективность схем химиотерапии. Наиболее высокая частота объективного ответа наблюдалась в группах больных по схеме химиотерапии цисплатин и метамидцин. Различия оказались статистически достоверны в сравнении с исследуемыми группами. Также объективный ответ зарегистрирован у всех больных в группе цисплатин. Различия на уровне статистической тенденции, вероятно, это связано с малочисленностью группы. Наиболее низкая частота объективного ответа – 34% в группе токсан, содержащих схем, различия статистически достоверны. При оценке объема циторедуктивных операций хирургическое лечение в оптимальном объеме выполнено у всех больных в группе цисплатин и метамидцин. Различия достоверны. Также у всех больных в группе монотерапии цисплатин различия на уровне статистической тенденции. И наиболее низкая частота оптимальных циторедукций была в группе ЦП. Различия статистически достоверны. Степень патоморфологического регресса опухоли оценивалась по шкале Бохом. При этом выполняли срезы пораженного органа с шагом в 3 мм и последующим микроскопическим исследованием всех фрагментов. Выделяли три степени патоморфоза. При первой степени незначительный патоморфоз определялась преимущественно жизнеспособная опухоль с минимальными фиброзными воспалительными изменениями. При второй степени патоморфоза опухоль была представлена полями и полосами с выраженными воспалительными изменениями. При третьей степени патоморфоза определялись микрофокусы опухоли до 2 мм в диаметре. При оценке степени патоморфологического регресса. Полный патоморфологический регресс был выявлен только в группе цисплотин и метамицин. В первичном ортеге яичника составило 20%, метастазу в большом сальнике – 8%. Также в группе цисплотин и метамицин выявлена наиболее высокая частота выраженных умеренных патоморфологических регрессов, различия статистически достоверны в сравнении с другими группами. Наиболее низкая частота патоморфозов хороших выявлена в группе токсан, содержащей схемы, различия статистически достоверны. Также в исследуемой выборке был оценен безрецидивный период. Медиана безрецидивного периода составила 11,9 месяцев. У большинства больных рецидив был представлен солитарным узлом брюшной полости или канцероматозом брюшины. Была проведена оценка факторов, которые оказывали влияние на длительность безрецидивного периода. Установлено, что в зависимости от клинической эффективности схемной адъювантной химиотерапии у больных с полным регрессом медиана безрецидивного периода составила 12,8 месяцев. В сравнении с больными, у кого был выявлен частичный регресс 5,8 месяцев и в случаях стабилизации заболевания 3,2 месяца. Также на медиану безрецидивного периода оказывало влияние объем циторедуктивных операций 12,8 месяцев в случае оптимальных циторедукций в сравнении с 5,2 месяцев при неоптимальных циторедукциях. И был оценен безрецидивный период в зависимости от патоморфологического регресса. Медианы различались в два раза в зависимости от того, был незначительный регресс или выраженный умеренный. Но мы не получили статистически достоверных различий. Дело все в том, что Бохом, предлагая шкалу патоморфозов, он доказал, что патоморфологический регресс является критерием безрецидивного периода только в случае оптимально прооперированных больных. Здесь в расчеты были включены больные и с неоптимальными циторедукциями по той причине, что только у трех больных с незначительным регрессом удалось выполнить оптимальную циторедукцию в связи с малой группой. Статистические расчеты привести невозможно. Общая выживаемость. На общую выживаемость влиял объем циторедукции в случае оптимально прооперированных. Медиана составила 81 месяц в сравнении с 30 месяцами при неоптимальных циторедукциях. Представляем клинический случай. Пациентка 62 лет обратилась в институт с жалобами на боль в брюшную полость и увеличение живота в объеме слабость. При изучении наследственного онкологического анамнеза у мамы пациентки рак яичника в 54 года, у тети пациентки рак молочной железы в 52 года. При молекулярно-генетическом обследовании выявлена мутация в гене БРК-1. На слайде представлена МРТ малого таза до начала лечения. Определялись множественные неорганные импланты. Опухолевый конгломерат вовлекал тело матки, шейку матки, стенку мочевого позыря, прилежащие отделы тонкой кишки, прилежащие отделы ректосигмоидного отдела толстой кишки с инвазией в параректальную клетчатку. Пациентке проведено три курса химиотерапии по схеме цисплотин и метамицин. На этом фоне зарегистрирован полный клинический регресс опухоли. На слайде представлены интероперационные изображения отсутствия данных за париэтальный висцеральный канцероматоз. Выполнено хирургическое лечение в оптимальном объеме и представлен макропрепаратом. При патоморфологическом исследовании атипических клеток во всех изучаемых образцах не обнаружено. Зарегистрирован полный патоморфологический регресс. На данный период наблюдения за пациенткой составил 15 месяцев. Данных за прогрессирование не получено. Предлагается вопрос для голосования. Какая схема химиотерапии показала наиболее высокую эффективность у больных БРК с сырованным раком яичников? Варианты ответа прежние. Варианты ответа прежние. Программентируйте, пожалуйста, с учетом данных рекомендаций НССН и с учетом собственного опыта. Это проводится в рамках клинического исследования, которое прошло, согласование с этическим локальным комитетом. Но все-таки рекомендации международные. Каковы в отношении ведения пациентов с БРС ассоциированным раком яичников? В настоящее время, согласно международным рекомендациям НССН и ЭСМА, нет разницы между выбором схем химиотерапии у больных в зависимости от статуса гена БРК. То есть больные с наличием БРК-мутации лечатся по тем же стандартам, что больные с парадическим раком яичников. Это схема токсана с платиной. Однако последние исследования, которые касались основного лечения рецидивов заболевания, показана более низкая эффективность токсанов. Мы инициировали наше исследование, чтобы оценить, как реагируют хемонаивные больные на разные схемы химиотерапии, в том числе на новую схему цисплотин и метамицин. Первые результаты, которые получили, это непосредственная эффективность больных превышает схема цисплотин и метамицин. Остальные. Но проследить отдаленные результаты мы пока их представить не можем, потому что это проспективная группа больных, и набор в исследовании был закончен только летом этого года. Однако те факторы, которые оказывают влияние на отдаленные результаты, это степень клинической эффективности, схема, объем циторедукции и патоморфоз, у этих больных были достигнуты. Более подробно мы расскажем позже. Спасибо большое. Я еще хотела тоже прокомментировать, почему у нас настоящий момент, учитывая, что алкилирующие агенты, к которым относятся, в том числе цисплотин и метамицин, они действительно обладают высокой эффективностью в отношении берси-ассоциированным раком молочной железы. Это объясняется, прежде всего, механизмом действия в отношении репарации ДНК и участков ДНК. Но достижение и у этих больных, у всех больных берси-ассоциированным раком, если мы говорим об аденокарциному, это и рак молочной железы, и рак яичников, достижение полного патоморфологического ответа может достигать 90%. Но по тем предварительным данным, если говорить в отношении рака молочной железы, опять-таки этих исследований мало, пациентов не так много, и там, к сожалению, если мы говорим о трижды негативном раке молочной железы, больные трижды негативным раком молочной железы, все ассоциированы раком молочной железы, полный патоморфоз 90% пациентов, к сожалению, очень рано у них выявляются метастазы, и они погибают от метастазов. А вот в отношении рака яичников, действительно, таких исследований, которые бы показали корреляцию между достижением полного патоморфоза, который достаточно высок, и показателями безрецидивной общей выживаемости, у нас в настоящий момент нет. Вот это исследование действительно представляет колоссальный интерес, поскольку мы бы могли бы хотя бы именно на недеванте посмотреть, как больные с берсицированным раком яичников, какова корреляция между полным патоморфозом и отдаленными результатами. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.